Дорогие друзья, мы опять идем на выставку вещь, и сегодня посмотрим осветительные приборы. Это подвесной светильник Федора. Подвесные элементы напоминают по форме русскую матрешку. Мы видим изысканное сочетание прозрачного стекла с фактурной огранкой и блестящей гладкой поверхностью металла. Комплект из семи потолочных светильников подвешивается на длинном текстильном шнуре, доступном в семи ярких цветах. Такое сочетание позволяет создавать разнообразные композиции. Дизайнер оставила лишь гладкий деревянный цоколь, изящно сочетающийся по пропорциям с круглой галогеновой лампочкой. Светильник Лемех. В русской архитектуре Лемех – это деревянный кровельный элемент, аналог черепицы. Благодаря продуманным креплениям на магнитах светильник легко собирается. Светильник Видногоры – не просто светильник, а скорее световой арт-объект. Изгибы стекла на внутренней стороне купола образуют горный рельеф. Под светильником Видногоры представлена напольная лампа. Напоминающая случайно оставленную на полу потолочную лампу. Тольцевой светильник 1957 года – эффектный и одновременно практичный. Он пользовался популярностью. Его устанавливали в советских школах, на станциях метро, и он до сих пор используется в исторических и современных интерьерах. Рядом представлен модульный напольный торшер. Дизайнеры вдохновились знаменитой Шуховской башней. Основание торшера сделано из латуни. Светильники-трансформеры «Жираф» – это светильники-игрушки, светильники-конструкторы. Их можно переносить с места на место и использовать в процессе игры и творчества. В частности, светильник «Жираф» благодаря своей складной шее имеет множество функциональных положений. Серия из трех напольных светильников-торшеров для артистического кафе. Светильники выполнены в 1917 году Александром Родченко. По сути, это уникальные функциональные цветосветовые скульптуры, отбрасывающие причудливые геометрические тени. Это первые работы Родченко в области предметного дизайна. Рядом серия из четырех настольных ламп. Студент Александра Родченко Абрам Дамский спроектировал группу настольных ламп, разнообразно решающих проблему регулирования высоты светильника и изменения угла наклона отражателя. Светильник «Лайтхаус» – это мягкий переносной источник света, напоминающий по форме сумку-мешок, перетянутую сверху шнуром. Он может спокойно плавать на поверхности воды. Это настольные лампы 1989 года. Конструкция средней лампы напоминает ползущую гусеницу или рептилию. А здесь есть желтая прищепка для записок, похожая на мотылька, случайно севшего на лампу. Настольная лампа делового человека. Мобильная лампа на колесах с двумя плафонами, удобными для создания на столе равномерного освещения, необходимого для занятия фотографией. Рядом светильник «Мун». Светодиодное кольцо может менять свое положение, влияя на характер освещения в комнате. Это светильник-скульптура. Вращая элементы светильника, пользователь может создавать более 10 различных пространственных композиций, соответствующих окружающей обстановке. А это проект установки для электрической лампочки 1925 года.